МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. На улице 70 лет октября водитель легкового транспорта спровоцировал аварию с мотоциклистом. ДТП произошло между 18 и 15 кварталами. Пожилой мужчина на колени при повороте налево вне перекрестка допустил столкновение с мотоциклом Кавасаки под управлением водителя 88-го года рождения. Удар был сильным. Лады и мототранспорт получили механические повреждения. Серьезно пострадал и мотоциклист. Прибывшие к месту аварии медицинские работники осмотрели мужчину на месте. Было принято решение о его срочной госпитализации. По предварительным данным врачей, Тольятти получил политравму. У него было зафиксировано множество ушибов. Оформлением дорожного ЧП занимались сотрудники госавтоинспекции. В отношении водителя Калины был собран административный материал. Чуть позже на Южном шоссе в серьезной аварии погиб 22-летний житель Димитровграда. Из собранной сотрудниками ДПС информации стало известно, что водитель автомобиля Лада Гранта двигался со стороны Льва Яшина в направлении 40 лет победы. В пути следования молодой человек не справился с управлением. Машина оказалась за пределами проезжей части и несколько раз перевернулась. На месте ДТП скончался пассажир автомобиля. В ходе разбирательств выяснилось, что с конца августа прошлого года водитель перевеликался к административной ответственности 15 раз. У него имеется 11 неоплаченных штрафов. В настоящее время в отношении автовладельца заведено уголовное дело. Расследование продолжается. Проехал на Красный и устроил ДТП со смертельным исходом. На обводном шоссе столкнулись ВАЗ-2107 и ГАЗ. Фургон под управлением мужчины двигался со стороны Новозаводской в направлении Санчелеевского шоссе. Классика во встречном направлении. На регулируемом перекрестке владелец автомобиля ГАЗ продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и врезался в семерку, которая поворачивала налево. От удара оба автотранспорта загорелись. На помощь подоспели очевидцы. Водителя фургона успели достать из кабины. А вот мужчина на классике, к сожалению, погиб в своем автомобиле. С места происшествия в медучреждение был доставлен предполагаемый виновник аварии. Впоследствии ему было назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП заведено уголовное дело. Три человека оказались в больнице из-за дорожной аварии на перекрестке Поляково-Офицерское. На этом участке дороги столкнулись две приоры – черный седан и серебристый хэтчбек. ГИБДД установили, что серебристая приора двигалась по 70 лет октября в сторону Ботанической. Седан – по Ворошилово в сторону Поляково. Виновных в этой аварии предстоит установить сотрудникам ДПС. В больницу были доставлены водитель и пассажир хэтчбека, и пассажир из седана. Оба авто получили серьезные механические повреждения. На автозаводском шоссе в ЧП только чудом обошлось без пострадавших. Владелец Гранты буксировал автомобиль «Лада Веста», у которого были технические неполадки. Стоит отметить, что оба авто двигались, включив аварийные сигналы. В какой-то момент буксировочный трос порвался, и мужчина из Гранты вышел, чтобы его перевязать. В этот момент в заднюю часть кузова Весты врезался «Мерседес». Веста по инерции продолжила движение и врезалась в Гранту. А иномарка в итоге опрокинулась на крышу. В Главном управлении МВД сообщили, что пострадавших в этой аварии нет.